Каждую среду в студии телеканала Самары ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Как помочь региональным аграриям напрямую продавать свою продукцию жителям Самары? Зачем в городе открыли четыре новые муниципальные ярмарки? Какие планы по дальнейшему развитию ярмарочной торговли в Самаре? В нашей студии заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли городского округа Самара, Владислав Зотов. Мы работаем в прямом эфире. Можете задавать нам свои вопросы. Телефон студии 202-1122. Владислав Иванович, добрый вечер и рад вас видеть. Спасибо, что пришли к нам в студию. Да, добрый вечер. 21-й год достаточно сложный по целому ряду причин оказался. И мы наблюдали в том числе достаточно сильные колебания цен на некоторые виды продовольственных товаров. Ну, самый известный пример – это морковь. Владислав Иванович, вот самый эффективный способ борьбы с ростом цен – это рост конкуренции. Департаменты вообще отслеживают ситуацию вот в этом направлении? Да, конечно. С середины прошлого года у нас сформирован новый абсолютно формат мониторинга розничных цен. В этот мониторинг у нас входят крупные торговые сети – это «Магнит», «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток». Средние и мелкие торговые сети – это такие, как «Пеликан» 9% и, соответственно, наши рынки, которые находятся на территории городского округа Самара. Шепетоги – губернский рынок. Вместе с внутриградскими районами на еженедельной основе мы собираем информацию по более чем 40 позициям продукции. И во втором квартале текущего года наблюдалось, безусловно, очень существенное повышение цен на отдельные группы товаров. В частности, это, безусловно, плодо-овощная продукция, где картофель, морковь, лук вырастали в цене более чем на 50%. Связано это было с несколькими факторами. Первый фактор – это, естественно, во втором квартале отечественная продукция уже заканчивается. В основном привозится импортная продукция. А в целом мировые цены как раз на плодо-овощную продукцию также поднялись. Плюс ко всему ситуация с ценой на доллар также была крайне неблагоприятной. То есть, долларовая цена поднялась. Но я хочу сказать, и в том числе Росстат, а самое главное в магазинах, мы видим, что с мая по сегодняшний день изменения цен в меньшую сторону очень существенные. И эта тенденция продолжается, потому что сейчас как раз убирается основная часть урожая. И мы видим еженедельно снижение цен и на картофель, и на морковь, и на лук, на весь так называемый борщевой набор. И тенденция эта будет продолжаться. Если, предположим, весной картофель не стоил дешевле, чем 50 рублей, то сейчас он уже и на ярмарках, и в магазинах можно встретить его по 26 рублей. То же самое можно сказать и о моркови, и о свекле, и о луке. Поэтому, безусловно, мы за ценами следим и контролируйте. Я предлагаю, знаете, сейчас что делать? Давайте сюжет посмотрим на эту тему, затем продолжим нашу беседу. Сюжет как раз вот об этом. С самого утра на рынке в Ленинском районе ажиотаж. Аншлаг собрала социальная ярмарка местных фермеров из Волжского района. В продаже свежие овощи по оптовым ценам и даже ниже. Люди этого ждали. Как только вчера мы эту информацию стали размещать в соцсетях, отклик был очень позитивный. Действительно, это взаимодействие очень эффективное и нужное не только самим жителям, но и тем, кто производит эту сельскохозяйственную продукцию. Это самый прямой путь доставки продуктов от производителя к потребителю. Без наценок, без накруток. Я думаю, что у этой торговли большое-большое будущее впереди. Администрация Ленинского внутригородского района планирует и дальше реализовывать такие успешные социальные проекты. В ведомство уже обращаются местные фермеры, а также специалисты ведут свой внутренний мониторинг, чтобы в будущем приятно удивлять самарцев. Я вообще рада, что у нас теперь ярмарка, а не первый день сегодня. Ну, смотрите, какая очередь. Цена вообще приемлемая. Свежий урожай морковки 15 рублей, свекла 15 рублей, картофель 18, свежий урожай, местный урожай. Я вообще восхищаюсь. Ну, по сравнению, конечно, с рыночными ценами и с вот этими супермаркетами, мы просто рады. Слава Иванович, вот мы видели сюжет. Открылась ярмарка. Эта ярмарка была, скажем так, при большом рынке. В целом, насколько я знаю, в последнее время в городском округе Самара открылось сразу 4 муниципальных ярмарки постоянных. Я вот их перечислю. Железнодорожный район пересечения улиц Киевской и Тухачевского. Октябрьский пересечения проспекта Ленина, улица Челюскинцев. И, насколько я знаю, вот на сегодняшний день, на среду, открываются ярмарки в Ленинском районе. Это Дачная и Чернореченская, и в Куйбышском районе Белорусская, 131. Вот вопрос, в чем особенность из каждой из открывшихся ярмарок? Ну, ярмарки традиционно мы открываем в нашем городе. И одна из традиционных ярмарок открыта как раз в Красноглинском районе около ДК «Октябрь». Она является сезонной. Открыли мы ее в середине августа, и она до ноября месяца, соответственно, будет работать. Там организовано 120 мест для сельхозпроизводителей и для предпринимателей. Кроме того, эта ярмарка является еще и универсальной. Там более 20 мест организовано для непродовольственных товаров. Традиционно 10% ярмарки представляется бесплатно для пенсионеров, для реализации своей продукции. То есть тех, кого мы иногда называем «бамушки». Совершенно верно. Ярмарка эта работает по пятницам, субботам и воскресеньям. Уже седьмой год. Она очень любима, ну, прежде всего, естественно, жителями Красноглинского района, ну, и промышленный, и Кировский район, и те, кто проезжает мимо, естественно, не упускает возможность, чтобы заехать, приобрести хорошую, качественную продукцию. Кроме того, в этом году, и это первый раз, мы открываем 4 ярмарки в городском округе Самары. Первая открылась у нас 27 августа. Это большая очень ярмарка на улице, на пересечении Киевской и Тухачевского в железнодорожном районе. Там организовано 180 мест для торговли. Из них 130 круглогодичной торговли. Они организованы как раз в каркасно-тентовых конструкциях. То есть там зимой тепло? Где организовано все по последнему, будем говорить так, слову техники, это и отопление, это и вентиляция, это и холодильное, и морозильное оборудование. Соответственно, вся продукция проходит санитарно-ветеринарную проверку. Подведена вода, канализация. Кроме того, там организовано еще и 50 торговых мест для сезонной торговли. То есть это для личных подсобных хозяйств, где предприниматели имеют возможность и желание торговать только в осенний период времени. Ярмарка работает у нас ежедневно, за исключением понедельника, это технический день. Соответственно, она имеет очень хорошую парковочную зону, три въезда. Это, кстати, очень важно. Три въезда? Да, три въезда на эту ярмарку. Очень хорошие впечатления производит. Ну и, естественно, хорошие отзывы мы получаем от горожан, которые посетили эту ярмарку. Вопрос, кстати, прошу прощения, я сразу вас перебиваю. Там все виды продовольственных товаров, то есть я имею в виду мясо, рыба, там тоже продается? То есть там все оборудовано для того, чтобы можно было нормально этим торговать? Абсолютно весь перечень продукции. И рыба, и мясо, и бакалейная продукция, и овощная продукция, и колбасные изделия, и сыры, и овощи, и фрукты. Все, что горожане привыкли видеть на ярмарке, все это, естественно, там присутствует. Причем в очень широком диапазоне и по качеству, и по количеству, и по ценам. Любой может найти свой продукт в зависимости и от цены, и от качества. То есть есть мойки, соответственно, есть вода, то есть все, что положено, вот это все есть? Все оборудовано очень хорошо. Кроме того, дополнительно открылась ярмарка в предыдущую субботу, это 11 число было, на проспекте Ленина Челюскинцев. Ярмарка там более скромного формата, просто площадь не позволяет. Но традиционно это место изобиловало нелегальной торговлей, поэтому мы решили организовать там нормальную цивилизованную торговую площадку, где организовано 16 торговых мест. Ярмарка уже пользуется хорошим трафиком посещаемости и получит хорошее развитие. Как и везде, эта ярмарка имеет места бесплатные для пенсионеров, пенсионеры, где могут реализовать свою продукцию. Работать она точно так же будет круглогодично, без каких-либо технических перерывов, в них просто там нет необходимости. Сафанович, прошу прощения, мне подсказывают, что у нас есть звонок, давайте пообщаемся со зрителем. Зритель это святое. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, и мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый. Игорь Анатольевич, хочу поделиться мнением о работе ярмарки в Киевском Союзе. Вот с супругой были на этой ярмарке, и вы знаете, мы не нашли ни одного нашего местного производителя. Я не знаю, что это один, четыре, которые... Неправда. Там пятерочка, больше, чем в магните. Сколько это ярмарки в Киевском Союзе? Ясно. Спасибо, Владислав Анатольевич. Ну, я предлагаю просто, если вы хотите встретиться в пятницу, когда вам будет удобно, и мы покажем в списке, что там 50% это как раз сельхозпроизводители. Но всем кажется, что люди, продающие с личных подсобных хозяйств или со средних подсобных хозяйств, обязательно должны цену устанавливать ниже, чем в магазинах. Но если эта продукция более качественная, она выращена с применением органических добавок, а не химических, и она экологически чистая, то она, естественно, будет продаваться несколько дороже. Мы стараемся на любой ярмарке, чтобы был широкий очень ассортимент продукции, от дешевый до более дорогой. И здесь в сегодняшний момент прошу прощения. На широкий круг покупателей рассчитаны. А когда максимальное количество продавцов там бывает? Ведь это тоже разные вот... Совершенно верно. Если ярмарку посещать не в выходной день, а, предположим, до пятницы, естественно, там в основном у нас торгуют предприниматели. Сельхозпроизводитель имеет возможность реализовывать свою продукцию в выходные дни. В течение недели они, естественно, работают у себя непосредственно в полях. Поэтому максимальное количество сельхозпроизводителей на ярмарке у нас, естественно, располагается по пятницам, субботам и воскресеньям. Но на каждой ярмарке у нас сейчас не менее 50% сельхозпроизводителей есть. Обусловлено это, во-первых, желанием и тем количеством сельхозпроизводителей, которые хотят и желают торговать на территории нашего города. То есть приоритет при расстановке на местах, на этих ярмарках, прежде всего для них. Ну, то есть, короче, если ты хочешь застать вот именно производителей и производителей, приходи в субботу. В пятницу, субботу, воскресенье. В пятницу, субботу, воскресенье. Продолжаем по поводу ярмарок. Итак, Ленинский, Октябрьский район, Ленина и Челюскинцев. Вот вы сказали. Да, совершенно верно. Это тоже современное здание с отоплением, с кондиционированием, с холодильными витринами, с санитарно-ветеринарным надзором всей продукции. Кроме того, в конце недели у нас открывает свою работу ярмарка на улице Белорусской, 131. Там она небольшая, 10 торговых мест. Точно так же она сделана для того, чтобы заменить какую-то стихийную, нелегальную торговлю нормальными торговыми местами. И в конце следующей недели мы планируем к открытию более крупную ярмарку на Чернореченской. Это рядом с магазином Перекресток, где мы организуем 32 торговых места, опять же, для сельхозпроизводителей. Прежде всего. И если у нас остаются места, то, естественно, мы их начинаем уже заполнять предпринимателями, которые также имеют возможность реализовать продукцию и вести коммерческую деятельность. Вот вы, кстати, сказали, если остаются свободные места, то я правильно понимаю, если приходит сельхозпроизводитель, вы для него в любом случае место находите? Да, однозначно. На данный момент времени у нас создано 407 торговых мест, сельхозпроизводителей у нас 170. Поэтому все сельхозпроизводители, которые хотят реализовывать свою продукцию, естественно, размещаются на наших ярмарках. Оставшаяся часть не должна пустовать, поэтому, естественно, мы привлекаем уже предпринимателей для реализации своей продукции. В том числе иногородние к нам приезжают, это и Демоктороград, это и Ульяновск, это и Оренбург. То есть реализовывают свою продукцию. Ну, Сафанович, ну это же, кстати, на самом деле хорошо, потому что мы прекрасно знаем. Там, условно говоря, вот привозят к нам из Оренбургской области молочную продукцию. Сейчас не буду называть название компании, но она качественная. Она, соответственно, начинает конкурировать, она сдерживает цены. Там мы прекрасно знаем, что из Чувашии традиционно в Самарскую кубернию привозят картофель. Ну и можно очень долго рассказывать, на самом деле. Мы к ним везем, они везут к нам. Вы, Сафанович, предлагаю посмотреть сейчас еще один сюжет, опять же, на тему ярмарок, ярмарочной торговли, и затем продолжим нашу беседу. Производством сыров Сергей Волков занимается уже 15 лет. Говорит, на ярмарке товар уходит в лед. Вместе с напарником Александром они делают не только мягкие, но и твердые сорта сыра. В погоне за натуральностью продукции пришлось даже уехать в другую область. Молоко там более качественное, признаются сыровары. Теперь, благодаря комфортным условиям, которые созданы на новой площадке, продавать свою продукцию напарники будут круглый год. Ну вот смотрите, сейчас на улице идет дождь, у нас здесь хорошо, светло, тепло. Потому что людям нужно где-то закупаться. На рынках цены вы видели, какие. Муниципальная ярмарка на пересечении улиц Киевска и Тухачевского представлена в трех шатрах. Все они разделены по категориям. В первом – овощи и фрукты, в том, что по центру – мед, молочная и злаковая продукции. В крайнем торгуют мясом и рыбой. Все они соединены между собой специальными переходами, которые позволяют, не выходя на улицу, перемещаться между торговыми шатрами. Здесь есть первая транспортная развязка и доступность для и потребителей, и для продавцов. Большая площадка, обустроенная нами для и парковки, и подвоза продукции, исходили прежде всего из потребностей жителей. На ярмарке представлено более 150 торговых мест для сельхозпродукции. Организованы места для пенсионеров. Так места-то хорошие. Мы под крышей, дождь был целый день, но мы не замерзли, не намокли. В этом плане хорошо. И наши места пенсионные, бесплатные. Все шатры муниципальной ярмарки оборудованы системой кондиционирования, инфракрасными обогревателями. Поэтому работать площадка будет со вторника по воскресенье круглый год. Вот такой вопрос, скажем так, общего характера. И он отчасти дублирует то, о чем я говорил вначале. Вот вы, открывая эти ярмарки, вы какие задачи в целом хотите решить? Цели и задачи? Задача у нас одна. Для того, чтобы обеспечить доступные, дешевые торговые места для наших сельхозпроизводителей, первая задача решается. Естественно, вторая задача. Чем выше конкурентная среда, тем больше будет сельхозпроизводителей, предпринимателей реализовывать на нашей территории свою продукцию, тем ниже цена для потребителя. Потому что растет конкурентная среда, чем она выше, естественно, цены становятся ниже. Это очевидные вещи абсолютно. Ну и прежде всего, естественно, организовывая все эти ярмарки, мы прислушиваемся к мнению наших жителей. Они изъявляют желание, пишут, звонят к нам в департамент и говорят, что в том или ином месте они бы хотели видеть какую-то организацию ярмарочного пространства. Прислушиваясь к ним, мы понимаем, что это пространство, естественно, будет иметь продолжение и развитие, и организовываем там как раз ярмарочную деятельность. — Кто обычно продает, кстати, вот если возвращаться даже и к звонку, вот крупные сельхозпроизводители, средние, мелкие, вообще вот кто приходит туда? — Ну и по нашему опыту, и по опыту, естественно, коммерческих организаций, которых много у нас в городском округе Самары, помимо муниципальных ярмарок у нас работает еще 9 частных ярмарок, которых мы включаем в реестр и подписываем схему организации ярмарок, в оборочной торговле. Крупные производители, к сожалению, на ярмарку приезжать реализовывать свою продукцию не стремятся и абсолютно не хотят. Их бизнес-модель заточена под производство, они прекрасно себя чувствуют, к ним приезжают крупнооптовые, мелкооптовые организации, закупают продукцию, ну, непосредственно, что говорится, с поля. Приезжают реализовывать свою продукцию на ярмарке, это средние производители и личные подсобные хозяйства, у которых, ну, не такое большое количество этой продукции, им выгодно самостоятельно привезти ее и реализовать. — Соответственно, у них и качество другое, кстати, тут тоже можно отметить. — Ну, конечно, у нас, если мы говорим о магазинах сетевых, то выбор там, безусловно, не очень большой, ну, это объективно, потому что в этом нет необходимости. — Ну, условно, два сорта картошки, да. — Да, в этом и нет необходимости. Чем привлекательна ярмарочная торговля? Тем, что человек, придя на одну площадку, может выбрать там из 50 сортов, и лук, и картофель, и так далее. Чем они привлекательны для горожан? — То есть, если на ярмарочном пространстве более 100 продавцов, то к ней тяготеет большее количество людей, потому что есть выбор, есть разнообразие, и каждый может удовлетворить свои потребности. — Ну, это, кстати, даже просто интересно. Походите, просто посмотрите, какие виды есть картофеля, на самом деле. — И это тоже. — Такой, как бы, элемент развлечения в этом некий присутствует, особенно вот для людей среднего возраста, я, например, это замечал. Скажите, а вы каким-то образом, ну, извиняюсь за такое слово, заманиваете производителей, вот есть, то есть, приглашайте их сами. Потому что понятно, что теоретически каждый хочет продать, и теоретически каждому хочется получить торговую точку. Но, с другой стороны, вот вы сами сказали, что крупный, да и там, ну, то есть, кто-то может даже не знать. Вот какая работа ведется? — Работа ведется у нас уже на протяжении последних лет с министерством сельского хозяйства. Каждую весну мы перед сезоном ярмарочной выверяем списки сельхозпроизводителей. Они нам его дают. Мы совместно обзваниваем, приглашаем их организовать торговую деятельность на ярмарочных пространствах, предлагая сельхозпроизводителям ну, те места, которые мы организовываем. После того, как мы получаем и заполняем на ярмарках места сельхозпроизводителей, мы как раз организовываем своего рода конкурсные процедуры для того, чтобы заполнить их уже предпринимателями на оставшихся местах. Поэтому в данный момент времени у нас нет ни одного сельхозпроизводителя, который бы хотел реализовывать свою продукцию на территории городского округа Самара, но при этом не мог этого сделать. Каждый сельхозпроизводитель совершенно точно будет иметь место для торговли на территории городского округа Самара. Ну, понятно. То есть его примут, обласкают, помогут, поддержат, делают все, чтобы он пришел. Вот вы сказали во время программы, что одну из ярмарок вы организовали на том месте, где была стихийная торговля. То есть там, где была, ну, по сути, незаконная, непонятно какая, на самом деле, с точки зрения санитарной и так далее, и так далее. Вот вообще какие планы у администрации, у департамента по дальнейшему развитию ярмарочной торговли, вот этой законной торговли, правильной торговли на самом деле? Ну, планы у департамента таковы, что в каждом районе, а их 9, на территории нашего городского округа Самара, должна быть размещена ярмарочная торговля или организована ярмарка в современном формате, куда бы вы могли зайти, где есть и кондиционирование, где есть холодильное оборудование, где есть санитарно-ветеринарное исследование продукции, где есть туалеты, где комфортно реализовывать продукцию, где комфортно ее покупать. Поэтому мы сейчас как раз подбираем на следующий год площадки с оставшихся неохваченных районов и будем размещать на следующий год новые ярмарки в тех районах, которые еще пока не охвачены. Я пока не буду останавливаться на конкретных адресах, они уже у нас есть, дабы просто не плодить какие-то обманчивые желания у людей. Вдруг что-то у нас не получится, и это место невозможно организовать для ярмарочной торговли. Поэтому все увидят это на следующий год. Ну то есть это будет, это будет ни одна, ни две еще ярмарки? Нет, конечно. У нас в перспективе более десятка ярмарок будет организовываться на территории городского округа Самары. Давайте еще один сюжет посмотрим, затем продолжим беседу. На традиционной ярмарке ко дню города жительница Самары Елизавета Беляева оказалась впервые. Говорит, от большого выбора сельскохозяйственной продукции, сувениров и изделий ручной работы самарских мастеров закружилась голова. Особенно понравились Елизавете игрушки из дерева. На память она приобрела робота. Замечательные деревянные игрушки самарского производителя. Очень приятно, что есть на нашей родной земле такие умельцы. В этом году участниками ярмарки стали более ста предпринимателей со всех уголков Самарской области. В отдельном павильоне сделано в Самаре. 50 производителей представили изделия ручной работы, сувенирную продукцию с символикой областной столицы. Для тех, кто не успел побывать на ярмарке на площади Куйбышева, работают районные площадки, торгующие сельскохозяйственной продукцией. Они расположены на пересечении улиц Киевска, Тухачевского, проспект Ленина и Челюскинцев, поселке Мехзавод и около Дома культуры «Октябрь». В Октябрьском районе ярмарки работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера. В Красногринском районе в пятницу, субботу и воскресенье с 8 утра до 6 вечера. В Железнодорожном со вторника по воскресенье с 8 утра до 7 вечера. Сафанович, вот мы видели сюжет. Это ярмарка, я так понимаю, скажем так, ну временная. То есть она регулярная, но она не постоянная. Но тем не менее она тоже решает свою задачу. Вот как вы оцениваете ситуацию в целом в розничной торговле продуктами питания на территории городского округа Самара? Прошу прощения. Ну, безусловно, и мы оцениваем, а есть еще и нормативный правоакт на уровне области, постановление, которое как раз и регулирует минимальную обеспеченность торговыми площадями. Если говорить о Самаре в целом и как себя чувствует у нас торговля, то у нас продовольственные площади стационарные по продовольственной продукции составляют более 140%, по непродовольственной продукции в районе 120% и общественное питание более 140%. Но все мы видим, даже у нас есть избыточные площади, пустующие в тех же торговых центрах и так далее. Поэтому Самара в этом плане чувствует себя очень хорошо и здорово, потому что для реализации своих возможностей предпринимательских в торговле продовольственными и непродовольственными продукциями проблем на территории города нет. Поэтому мы считаем, что ситуация у нас хорошая, стабильная. Ну и свидетельством тому является, безусловно, рост цен он происходит, но это в целом касается страны в целом. Но никакого дефицита за последние там три года мы не наблюдали. То есть в мониторинге, при мониторинге мы не наблюдали никакого дефицита ни по одной из групп товаров. В ближайшее время ничего плохого мы не ожидаем. Вот это очень важно, да. То есть никогда дефицита совершенно точно не будет. И вот если возвращаться к теме ярмарок, вот на ваш экспертный взгляд, а какой должна быть идеальная городская ярмарка вот с точки зрения устройства, организации и так далее, и так далее, всех вообще составляющих? Ну мы стараемся идти, безусловно, в ногу со временем. Все мы видели организацию ярмарок в 90-е годы, в 2000-е годы, когда просто на открытой площадке приезжали автомобили, вставали там носом в одну сторону, задней части в другую и реализовывали свою продукцию буквально с пола. Потом появляются, уже появились шатровые конструкции, палаточные конструкции, где, по сути дела, чуть ли не под открытым небом все-таки реализовывалась эта продукция. Весь мир к этому тяготеет, и Самара в этом плане не отстает. Места, безусловно, должны быть комфортными как для продавцов, так и для покупателей. Это должны быть уже нормальные, теплые зимой, прохладные летом помещения с торговым оборудованием, с, безусловно, организацией парковочного пространства, где и предпринимателям, и посетителям было бы комфортно подъехать. Безусловно, должна соблюдаться абсолютно безбарьерная среда, то есть людям с ограниченными возможностями была возможность посетить эти территории, где, возможно, какая-то присутствовалась фуд-зона, где ты мог бы и выпить напитки, что-то скушать. Туалеты должны быть обязательно хорошие, правильные. Должны быть ветеринарно-санитарные надзоры, конечно, должны быть туалеты. То есть эти места должны отвечать всем современным требованиям. Я надеюсь, те ярмарочные пространства, которые мы организовываем в этом году, они получат продолжение в следующем, но и получат очень хорошие отклики как от продавцов, так и от посетителей данных мест. Спасибо большое за интересную и содержательную беседу. Я надеюсь, что действительно так оно и будет, потому что, собственно говоря, все для этого делается. И надеюсь, что, соответственно, производителей аграрной продукции к нам будет приезжать больше, будет больше выбор, будут немножко ниже цены. Нам бы всем это очень хотелось. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии был заместитель главы городского округа Самара, руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли, администрации городского округа Самара Владислав Зотов. Удачи в делах и хороших вам покупок. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова